На понедельник совещание, Игорь Васильевич, на понедельник, вот я сейчас прошел, проанализируем, следа этого, так как было, так и остается, не меняем. Значит, на понедельник всех подрядчиков, лично через приемную главы города приглашайте, до понедельника, значит, место будет сбора в администрации всех генеральных наших подрядчиков, подростков. И прям указывает о том, что неприбытие будет считаться, как, значит, то, что расторжение контракта, понятно, да? Вот так и пишите. Значит, нам нужно определиться как можно быстрее опоры, то есть, чтобы дать фронт работы для тех, кто укладывает асфальт подряд на организацию. То есть, опоры надо убрать. Но чтобы их убрать, опоры, чтобы у нас не была нарушена система энергоснабжения микрорайонов, чтобы это у нас одно другому не мешало. Я попрошу, понедельник, давайте время, удобно для подрядчиков, когда? Если не с утра к обеду? Два? У нас ничего на два часа нет? Вот на два часа, на понедельник всех ко мне в кабинет, здесь не все понятно, все подрядные организации, вот эти вопросы, которые обозначены. Договорились? Инновация тоже должна быть. Тоже приглашают. Ну, смысл, давайте, но не пятнадцать уже. А что там на четырнадцать? Другое тогда наоборот. Сейчас вот это вошло. Ну, четырнадцать, либо пятнадцать, не пошло. Лучше бы я вочиную до четырнадцать однозначить, чтобы они уже все приехали. Именно по улице мира. И благоустройство, и освещение, и дороги. Одновременно, до этого времени, то есть и то же самое. Елена Александровна, и то же самое, значит, четырнадцатый понедельник собственника вот того здания, которое, значит, частное. Капиталовский. То, что у него получается, вопросы есть по асфальтированию прилегающей территории. Инженерные сети, электрические сети, то есть все, по миру мы собираем понедельник четырнадцатого. У меня в кабинете. В кабинете либо в Трилосе. Значит, вы слышали, вы только здесь. Я вижу, вы стараетесь, но тоже на расхват, но вы на вашей улице мира. Только по миру я к вам задаю вопросы непосредственно, понятно. Каминский за все отвечает, вы за мира, за все, и вне Березовую ручку. Вопрос сегодня, сейчас Стасова торгуется. Вы слышите, нет? Да. Зачем это говорить, Стас? Ну, потому что у меня тоже ответственное. А вы зачем это говорите? Мы сейчас на мира находимся. А зачем? Я говорю, вы берете с руководителя, например, вы не решаете те вопросы, которые сейчас мы решаем, уже скачете на другое. Вы сдайте этот объект, а потом посмотрим по стране. Так, и еще, честно говоря, я обратил внимание на то, что не все дома многоквартирные используют то же, как вот мы работали. Помните, да? По Кирова, по Кравченко, фасады тоже, ну видите, лишние. Даже брать, команда такая, убрать все лишнее. То, что сегодня противоречит законодательству, дизайн-кода, то есть там лишнюю рекламу с домов, которая просто так появляется на балконах, на фасадах, то есть какие-то кабельные линии висят. Я вот просто, ну, не до этого было. Просто попрошу управляющим компаниям, тоже по протоколу, значит, организовать работу по уборку, значит, всего лишнего, которое не соответствует дизайн-коду. Вот такие вот вопросы. Так, какие вопросы есть? Петр Ильпетровича можно отборить? У меня время награждения, значит, молодых людей, ради которых мы все это делаем. Одаренные дети, которые уже скоро... Да, павильон убрали, а подушку вот эту, вроде как, убирать, не убирать. Может, пригодится она по время благоустройства. Быстро убрал предприниматель. На шоке. Вегене Анатольевичу Пенскому задачу под протокол. Вегене Анатольевичу Пенскому определиться с этой подушкой. Все. Вопросы еще есть? Нет. Я буду стоять. Нет, мы ничего не... Они держим, пока они приедут. Нет, есть предложение, чтобы убрать быстрее? Ну, фото. Ставники-то могут взять. Есть-то есть. Хотя бы какой-то участок, да? Да, да. Вашни. В который попадает. Вопадает. В общем, я вижу, что этот объем большой. Либо, допустим, он шарчик... Они потом после нас, знаешь, так разворотят.